Главнее всего погода в доме. А что делать, если в квартире идет дождь? В Мариинском посаде жители многоквартирного дома по улице Чкалова вот уже полгода живут в сырости. Началось все с того, что в феврале снег на крыше начал таять. Весь поток воды обрушился на квартиры второго этажа. Причина – прохудившаяся кровля. Сейчас, когда за окном дождь, капает из потолков. К слову, через несколько дней после приезда нашей съемочной группы крышу начали штопать заплатками. Но дело в том, что ей необходим капитальный ремонт. Ведь, как говорят жильцы, дома частичный давно уже не помогает. Так, когда крышу починят. И с кого требовать деньги за нанесенный ущерб? В проблеме разбиралась Екатерина Данилова. В этом доме по улице Чкалова, 65, у Ольги Галкиной живут родители. Говорит, за все это время, а дому чуть больше 40 лет, такой потоп они видят впервые. Каждый год крышу латали. Однако сменилась управляющая компания. Жильцы организовали ТСЖ. И вот уже больше года кровлю не ремонтировали. Последствия протечки крыши в подъезде сразу бросаются в глаза. На потолке сильные потёки. Того и глядишь, штукатурка упадёт на голову. В квартире Ольги дела обстоят намного хуже. Краска на потолке взбухла, обои отклеились. Видно, что под ними всё ещё вода. От влаги замыкает проводка. Если так продолжится и дальше, пожара не избежать, опасается хозяйка квартиры. Проводка у нас замкнула. И временно нам изолировали всё. Но на какое-то время. Сроки не указаны. Что будет дальше, мы не знаем. Это всё может замкнуть в любой момент. Кроме того, на кухне установлен газовый котёл. И как оборудование поведёт себя при соприкосновении с водой, тоже непонятно. Беспокоится собственник. Нам страшно, что у нас газовое оборудование, потёки сейчас незаметно. Но когда дождь, а у нас впереди осень, зима, весна, газовое оборудование. Это страшно. Я считаю, что это вызывает всё чрезвычайную обстановку. В спальне на потолке до сих пор видны капли, а пол заставлен контейнерами. До сих пор стоят ёмкости. Капельки до сих пор продолжают сечь. Независимо от того, что жара у нас 30-ти градусная. В феврале Ольга Галкина обратилась в прокуратуру, в региональный минстро и в госжилинспекцию, в районную администрацию. Ответ был дан спустя месяц. На данный момент ваш дом внести в краткосрочный план капитального ремонта общего имущества МКД на 2022 год невозможно. При наличии экономии денежных средств дом 65 по улице Чкалова города Мариинский посад будет внесён в краткосрочный план капитального ремонта общего имущества МКД на 2023 год. Ещё год жильцы ждать просто не могут. Впереди осень, зима, да и оставшиеся полтора месяца лета могут быть дождливыми. Люди говорят, чинить необходимо всю крышу, а не шлёпать заплатки. Всё жёлтое, цена кровать течёт. Вот это да, даже на кровать. Да, вот обои. Вон, заплатки ставлю, они от сырости опять отлетают. Что сейчас делать жильцам дома? Об этом мы спросили временно исполняющего обязанности главы администрации Мариинска посадского городского поселения. Такой же вопрос задали и руководителю республиканской госжилинспекции. Заплаточный метод, частичный ремонт крыши на сегодняшний день не снимает актуальность. И не решает все проблемы. Потому что проблему надо решать целиком. Всё-таки надо выйти в фон капремонта, моё мнение, и попросить всё-таки в связи с сложившимися обстоятельствами передвинуть очередь жителей данного дома, скажем так, на 2022 год. Для этого необходимо, в первую очередь, конечно, иметь процент сбора. Процент сбора по взносу на капитальный ремонт должен составлять более 95%. Кроме того, сами собственники, либо управляющая организация, необходимо обратиться в органы госжилинодзора. То есть это к нам госжилинспекцию вошли для того, чтобы наши специалисты выехали на место, осмотрели на квартирный дом и осуществили, так скажем, технический мониторинг технического состояния на квартирный дом. И, соответственно, составили соответствующий акт и ведомость по тем деформациям, которые будут выявлены. И, соответственно, собрав перечень документов, также надо будет ещё провести общее собрание собственников, на котором будет принято решение о переносе сроков на капитальный ремонт на более ранние сроки, необходимо обратиться в органы местного управления. Гарантии того, что дом номер 65 внесут в список капремонта в этом году, нет. Видимо, жителям придётся ждать 2023-го. Хотя, как сообщили в прокуратуре Мариинско-Пасадского района, исправить ситуацию должно само ТСЖ. Управляющая организация не в полном объёме выполняется требование, предъявляемое к текущему ремонту квартирного дома. Данный факт зафиксирован. С соответствующим актом проверки вынесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования установлено, что исчерпывающие меры в полном объёме не приняты, в связи с чем прокуратура района Мариинско-Пасадского района в суд направлено исковое заявление об обязании и устранить нарушения жилищного законодательства. А кто же несёт ответственность за причинённый ущерб в квартирах? Судя по потёкам, отклеивающимся обоям, облупленному потолку, косметическим ремонтом здесь просто не обойтись. Поскольку товарищ сообщество жилья «Лидер» является организацией, которая осуществляет управление обслуживанием квартирного дома, оно несёт определённые коммерческие риски, в том числе и связанные с причинением ущерба. Поскольку прокуратура установила факт наличия нарушений, и в последующем, если судом будет вынесено решение об удовлетворении своего требования прокурора, то тогда у собственника появится право на возмещение ущерба, причинённое противоправными действиями, в том числе и управляющей организацией. Кстати, в апреле Ольге Галкиной от администрации Мариинско-Пасадского района пришло письмо, в котором сказано, цитата, «По данным ТСЖ «Лидер», текущий ремонт крыши будет выполнен в мае-июне 2022 года при наличии благоприятных погодных условий». Конец цитаты. С ремонтом запоздали на месяц. Крышу начали латать только 9 июля. Владелица квартиры надеется, что хотя бы на время заплатки сдержит дождь. Екатерина Данилова, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия.